Я рад сообщить, что у нас сегодня большое событие. Это наш разговор с митрополитом Симферопольским и Крымским Тихоном Шевкуновым. Владыка, вас приветствую. Благодарю, что нашли для нас время, чтобы поговорить, чтобы обсудить такую сложную историю, как февральская революция. Ваша книга «Гибель империи. Российский урок». И вот когда ее читаешь, ты видишь путь от процветающей, красивой страны к смуте и к распятию России. И когда я ее читал и смотрел в день сегодняшний, казалось, что вы пишете не про то, а про нынешнее время. Это книга про сегодня? Вот когда вы ее писали, когда вы ее делали? Сегодняшний день и история связаны вместе и видимыми, и невидимыми нитями. Это никакое не открытие. Это еще раз свидетельствует о том, что весь процесс жизни человечества – это единый организм. И мы очень часто узнаем в сегодняшних событиях какие-то события прошлого времени. А потом человек-то не меняется. Человек повторяет одни и те же действия, одни и те же силы, страсти и добродетели движут по человеческой воле. Теперь интересы государств, они остаются все теми же в античности и в наше время. А тем более Россия. У нас вот этот вот танец с граблями – это такая обычная история, что тут говорить. Я бы не стал работать над этой книгой, если бы не видел тех же опасностей, которые стояли перед Россией в конце 19-го – начала 20-го века. И, собственно говоря, для меня вот задача написания этой книги было именно максимально серьезным для меня образом. Я не профессиональный историк. Изучить те процессы, которые происходили в нашей стране в те годы и понять, какие двигатели были по-настоящему задействованы для того, чтобы произошло то, что произошло. Здесь в книге, чем для меня она важна, 276 ссылок на источники, архивы, научные работы, статистические данные и так далее, и так далее. Это для меня важно. Я 8 лет назад начал готовиться к написанию этой книги, но можно говорить, конечно, что там забот было много, еще что-то. На самом деле только из-за лени, ничего другого этого не удавалось сделать. И я однажды пришел уже в такое уныние по этому поводу, что решил все-таки сделать фильм. Никогда я не справлюсь с тем, чтобы сесть, найти время и написать книжку. Но, слава богу, книжка получилась, и вот она вышла. Сейчас уже 50 тысяч первые разошлись, готовится второй тираж, уже побольше, 1150, наверное, мы будем делать. По всей видимости, она действительно говорит о важном. Многое о важном и многое о нас самих. Ведь это очень важно познакомиться с самими собой. Очень важное знакомство в жизни. Одно из важнейших, скажем так. Не самое главное, потому что самое главное – это знакомство с Богом. Познать Бога хотя бы в той мере, в которой возможно для человека. А вот узнать о себе самих тоже очень-очень важно. Ведь это книга о тех болезнях России, российского общества, которые неизбывные. Вот у нас есть, у каждого человека есть свои болезни генетически передающиеся. Есть целая отрасль в медицине, которая изучает вот эти вот генетические болезни и рассказывает ныне живущему человеку о том, чем болели его давние и недавние предки, и чего стоит в первую очередь опасаться. Вот эта книга как раз пытается сделать нечто подобное. Насколько об этом будут судить и читатели, и, наверное, в первую очередь профессиональные историки. Но я пытался сделать ее максимально объективной. И отсюда такое большое количество ссылок на научные источники, почти 300. Ни один тезис не остается подвешенным в воздухе. Везде есть ссылки на проверенные и достоверные научные источники. Вы знаете, в Священном Писании Господь наш Иисус Христос говорит «Жизнь человека не зависит от изобилия его имения». Действительно, для меня, родившегося в Советском Союзе, и для моих, так сказать, современников, и для более молодых людей, которые учились не по тем же учебникам, но примерно по тем же самым идеологическим установкам, Россия была отсталая, нищая страна, и вот революция именно в силу отсталости России восторжествовала и так далее. Вот это, конечно, не так. Россия не была идеальным государством, Россия не была сверхпроцветающей страной, мы не могли сравниться, скажем, с Соединенными Штатами Америки. Но, но, долгие годы, десятилетия, в истории идут споры о том, каковы были ведущие экономики разных стран. И вот в этих спорах Россию всегда ставили то ли на пятое место Соединенные Штаты, Великобритания, Германия, Франция, Россия, то ли, даже наши недоброжелатели, то ли говорили, что Россия разделяет четвертое, пятое место с Францией. Но вот в самых последних исследованиях авторитетнейшего научного института, это кембриджская экономическая история Европы нового и новейшего времени, издано в 2013 году. Размеры ВВП в долларах США 1990 года приведены. Такой пьедестал. На первом месте США, 517 миллиардов ВВП. На втором месте Германия, 280 миллиардов ВВП. И на третьем месте неожиданно, даже перед Великобританией, а это была самая большая страна в мире со своими колониями. Россия, 265 миллиардов. Это, повторюсь, авторитетнейший источник в мировой экономике. Кембриджская школа. Так вот, действительно, Россия была по уровню жизни населения далеко не на первом месте. И проблем было множество. Но в целом, по росту экономики, Россия была на первом месте в некоторые годы, соперничая с Соединенными Штатами Америки. То есть, это примерно то же самое, что сейчас Китай. И мы видим, к чему приводит мирное, спокойное развитие Китая в течение последних десятилетий. Россия была направлена именно вот по этому пути. И никто в этом не сомневался. В 1913 году французский экономист Эдмон Терри по поручению французского правительства прибыл в Россию, это известный факт, для того, чтобы понять, как развивается экономика с империей. В связи с тем, что французы были нашими главными кредиторами, мы брали у них средства на развитие нашей экономики, в общем, в довольно больших размерах. И надо было понять, прежде чем давать новые деньги, в том числе на реорганизацию армии, на новые экономические проекты, в том числе метро. А у императора Николая Александровича святого страста терпца на столе лежало три плана только московского метрополитена и в Питере собирались делать. Но это к слову. Так вот, понять, можно ли России давать такие кредиты, справятся или нет. И вот, исследовав российскую экономику, Эдмон Терри написал в правительство Франции свое заключение о том, что если дела в Российской империи, экономические дела, будут продолжаться таким же образом, как они протекали с 1900 по 1912 год, кто к 1950 году, Россия безусловно будет главенствовать экономикой в Европе. Наш великий ученый Дмитрий Иванович Менделеев тоже примерно в это же время, он был не только химиком, но и занимался демографией, он написал прогноз по демографии нескольких стран в мире, в том числе по России. Так вот, Битрий Иванович Менделеев научно обосновал, что при тех темпах роста населения в Российской империи в 2000 году у нас будет 600 миллионов. Ясно, что это всего лишь прогноз. Сбылся бы он или нет при благоприятных условиях развития, без революции, без, в первую очередь, конечно, Великой Отечественной войны. Неизвестно. Но Дмитрий Иванович предсказал и демографический рост в Соединенных Штатах Америки. Он написал, что к середине 20 века население США будет составлять 180 миллионов. И действительно, к 1961 году население США составляло 181 миллион. Так что в данном случае этот прогноз проверен достоверными сведениями по другой стране. И действительно, за время правления стратотерпца императора Николая население Российской империи увеличилось на 50 миллионов. Такого роста численности населения не бывало никогда. От чего это зависело? От множества факторов. Но в первую очередь от увеличения, повышения благосостояния народа. Конечно же и медицина. Россия по количеству врачей была второй в Европе и третьей в мире. Земские больницы были бесплатны. Бесплатное лечение. А земские врачи какого были уровня, какого качества была медицина? Вот я вот помню еще в годы моей молодости хорошего советского врача, Святослава, он почти такой же, как земский врач. Чехов, многие другие, да? Почти такой же, как земский врач. Земские больницы открывались по всей стране. И темпы их, ну, читатели, не буду сейчас вытомлять вас цифрами, но здесь эти цифры и по количеству врачей, по количеству больниц, по количеству школ, которые открывались, по темпам роста школ. Ведь среднее обязательное начальное образование было введено в Россию именно при Николае II. Не при большевиках, а при Николае II. Молодежь была обязана учиться, хотя Государственная Дума не приняла закон о обязательном начальном образовании. Ну, там вообще были огромные проблемы у первых российских парламентов. Мы, в отличие от Англии, скажем, у которой был огромный опыт существования государства и парламента, и власти парламента, скажем так, да, власти исполнительной парламента, и они уже приспособились, хотя у них тоже была масса проблем, а мы только-только начинали. И все наши четыре Думы были резко оппозиционные. Более того, они были антиправительственно настроены. Практически все. Почему их распускали одно за другое? Так вот, эта Дума, когда получила в 1908 году предложение от российского правительства о введении обязательного начального образования по всей территории Российской империи, она так до 1917 года этого и не сделала. До распуска Думы Николаем Вторым прям накануне всех этих трагических событий, да? Так вот, правительство само начало заниматься делом начального образования. И вот вам пример. Я брал специально Псковскую область, свою родную и любимую, где я тогда был, я писал эту книгу как раз в Псково-Пчерском монастыре. Так вот, в 1920 году в советской уже России решили провести в наркомате просвещения исследование, какова грамотность в РСФСР среди детей и подростков. Еще не кончилась гражданская война. Понятно, что с 1918 года часть школ были закрыты. понятны все тяготы вот этой ужасной гражданской войны. Но уже действовала вот эта система начального образования. И вот вам статистические данные. Статистика грамотности подростков в 1920 году. Великие Луки 95% Псков 92% Дно маленькое станционное городишко маленький, поселок практически 95% Порхов 95% Апочка 94% Почти 100% И это заурядная провинциальная губерния. Так что, конечно, то, что было сделано правительством Николая Александровича это потрясающий совершенно рывок. Потрясающий рывок. И Советская Республика пришла не на голое место. Им на голову свалилось бесконечное богатство. Огромное, совершенно ничем не описываемое богатство, хотя и в разрушенной интервенции и гражданской войной страны. Как уж большевики этим распорядились, мы знаем. И в первую очередь это касается человеческих ресурсов, народа. Сколько было потерь как тяжело давалось и сельское хозяйство и экономике. Если о сельском хозяйстве в Советском Союзе все мы знаем и не надо нам говорить, многие из нас помнят эти страшные очереди в городах и настоящий голод и смерть от голода особенно во время всех этих предразвёрток и экспериментов, в том числе экспериментов времена Хрущёва это конец 50-60-е годы, то в царской России было всё очень интересно. При Николае Втором ушло уже понятие голода. Такого не было просто. Советская Российская империя получали зерновые, количество зерновых, которые урожай зерновых ежегодные превышали урожаев в Соединённых Штатах Америки, Канаде и Аргентине вместе взятых. Вместе взятых. Мы были на первом месте. За исключением конечно тех зерновых, которые в России не выращивались. Там скажем соевые, они тоже причисляются к зерновым. Или кукуруза. Кукуруза выращивалась только на юге, это при Хрущёве начались известные эксперименты. А что касается наших традиционных пшеница, ячмень, овёс, рожь, мы были на первом месте. По количеству скота то же самое. Но самое забавное, другое, нам вдомбили в головы эти великие лозунги земля крестьянам, фабрики рабочим, власть народу. И уже даже будучи взрослыми людьми, мы прекрасно понимая, что никакие фабрики рабочим не отошли в советское время, и никакой власти народа тоже не было, была власть партийной верхушки, но о том, что земля крестьянам, мы были уверены, у крестьян не было земли, помещики землевладели и так далее, и так далее. Так вот, и здесь тоже есть все эти ссылки, причём на советские исследования, кажется, 20-х годов в Российской империи на 1913-й год земля принадлежала крестьянам в европейской части 93%, а в азиатской части 100%, и эти цифры никто не оспорит, это цифры и царского времени, и уже советского времени исследования, ну, раннего советского времени, серьёзных, так сказать, академических учёных, 94% принадлежали крестьянам в виде собственности общинной, либо в собственности личной. Община после реформ Столыпина постепенно-постепенно упразднялась, и всё больше и больше индивидуальных собственников, как сейчас бы сказали, владели землёй. Но это был неспешный процесс, не делали это всё кавалерийским наскоком, но всё равно это было в собственности крестьян. Весь урожай, вся прибыль от урожаев и сельскохозяйственной деятельности иной, она поступала крестьянам, другое дело, где-то она распределялась общинами, а где-то хозяин, которых потом стали называть кулаками, он сам решал, что делать с прибылью. Конечно, это грандиозный обман, грандиозный, страшный обман советских поколений людей, но это обман и постсоветских людей, но самое страшное, что это и обман современников тех событий. Русских людей, жителей России, других народов, которые поддерживали эту революцию, какая земля крестьянам? Какая земля крестьянам? 93% у крестьян. Для крестьян это была идея в том числе и того, что надо побыстрее бежать с фронта в своей деревне, чтобы когда будет община распределять земли, чтобы, так сказать, урвать себе. Но все это были ложные лозунги. Обратите внимание, как мы склонны к самообману. Ах, обмануть меня нетрудно, я самообманываться рад. Помните, кто это сказал? Да, Александр Сергеевич Пушкин? Так вот, это у нас одно из коренных, ужасающих коренных качеств. самообман. Свобода! Где свобода? кричали наши либералы, а вслед за ним и рабочие, и крестьяне, и служащие, и даже военные. Задыхаемся! Деспотия! Слушайте, в 13-м году газета журналов в Российской империи издавалась больше, чем в 1880-м. Каких только не было! цензура была практически упразднена, действовала военная цензура. С трибуны Государственной Думы призывали к свержению законного правительства. Слушайте, ну куда, куда еще? Газеты, государственные газеты, это как раз очень напоминает о сегодняшний день, выступали с антигосударственными позициями, с жуткими революционными лозунгами, раскачивали страшно страну. Вот эта раскачка была забавой интеллигентного, большей части, скажем так, потому что была настоящая русская интеллигенция, либерального интеллигентского общества, главной забавой того времени. И эта часть интеллигентского общества, которое называло себя обществом прогрессивным, куда входили и обеспеченные рабочие, и крестьянство отчасти тоже, но только отчасти. Вот они и создали, как в этой книжке я дерзнул так сказать обозначить, государство в государстве, квази-государство. Квази-государство прогрессивного либерального общества, которое воевало против России. Оно объявило войну России. И эту войну выиграло, что самое страшное. У этого государства были свои граждане, которые жили по законам этого либерального квази-государства. Презирая Россию, у этого квази-государства была своя армия. Это знаменитый русский террор. Владыка, перед революцией шел один теракт за другим. Убивали министров, убивали градоначальников, убивали силовиков, убивали членов императорской семьи. И среди интеллигенции все это находило одобрение. И даже в заметках было помечено, что рядом с мавзолеем должен быть поставлен памятник безымянному профессору, который проповедовал революцию и поддерживал революционеров. И даже Толстой как-то в личных разговорах одобрял, если уж не радовался, то одобрял убийство градоначальника. Вот что происходило тогда? Что творилось с интеллигенцией? Только с 1901 года по 1911 было убито 17 тысяч человек в результате террористических актов. То есть террористические акты проходили примерно каждые пять дней. Кого убивали? Мы знаем имена государственных деятелей. Столыпин Петр Аркадьевич, великий князь Сергей Александрович, министр внутренних дел Плеве, министр внутренних дел Сипягин, министр народного просвещения Боголепов, множество генералов, губернаторов, городоначальников, военных и светских чиновников. То есть был развернут самый настоящий террор квази-государства, рукопожатных и просвещенных против настоящей России. Теракты в этом квази-государстве встречались с восторгом. Когда был зверски убит великий князь Сергей Александрович, его разорвало просто гранатой, и голова была повреждена, об этом знали. Светское общество, причем в том числе и аристократия, к этому мы тоже вернемся, ликовали. И в высших кругах ходила такая шутка. Московский губернатор, городоначальник, великий князь Сергей Александрович, впервые пораскинул мозгами. Его супруга, мученица, великая княгиня Елизавета Федоровна, собирала останки своего мужа, разбросанные по брусчатке. И да, к сожалению, и такие выдающиеся деятели русской культуры, великие, писатель. Лев Николаевич Толстой также по воспоминаниям Короленко, когда узнал о убийстве губернатора фон дер Лауниц, произнес, да, конечно, это не соответствует моим представлениям, но не могу не сказать, это целесообразно. Горький был одним из, как сейчас бы сказали, спонсоров, причем выдающихся спонсоров терроризма. Именно в его квартире собирали бомбу для убийства министра Сазонова. Да и многие другие известные писатели, достаточно вспомнить, и Александра Грина, и Мандельштам пытался записаться в боевую группу левых эсеров. В светском обществе существовала такая присказка, что я с удовольствием пожму руку террористу, но никогда не протяну руку боевому царскому генералу. Говорили, что даже опросы такие внутренние для понимания лояльности к этому квази-государству прогрессивному опрашивали. Вот если ты узнаешь, что тот или иной, скажем, студент готовит покушение на чиновника, у которого там, естественно, жена, дети, себя, ты доножишь об этом в полицию? Правильный ответ был – никогда. Это было безумие. Это было самое настоящее безумие. Потом эти же люди, которые так поощряли и терроризм, и с таким презрением относились к выдающемуся государственному деятелю России, императору Николаю Александровичу, распространяли безумные совершенно сплетни с восторгом о нем, о его семье, кричали о том, что дегенеративная страна, дегенеративный император, они ничего не могут. Потом кто-то, работая таксистом, шофером, как называли Николаю Второго, неудачливый шофер, надо его сменить. Вот они уже, работая шоферами в Париже или в Белграде, вспоминали вот это свое безумие. А некоторые вспоминали в застенках ГПУ на Соловках и понимали, что они потеряли. И к чему они были причастны? К созданию вот этой страшной атмосферы нетерпимости, дикого совершенно безумия и противостояния. Российское общество, к сожалению, было похоже на подростка, не перешедшего свой подростковый период с присущим его негативизмом, сопротивлением любой власти, старшим, родителям и так далее, и так далее, и так далее. Церковь не слушали, власть не слушали, слушали только вот свою компанию, такую подростковую компанию, которую составляли вот такие нигилисты и негативисты, полнейшие негативисты. Потом, когда в русской эмиграции мы видим, как поддерживались традиции, в какой строгости воспитывали вот эти вчерашние во многом подростки, так называемые в кавычках, да, люди, носители вот этого подросткового сознания, подростковой ментальности, как они поддерживали совершенно противоположные консервативные ценности. В первую очередь именно потому, что они уже испытали на своем горьком опыте. К сожалению, в российском обществе и до сих пор вот этот подростковый негативизм не изжит, и мы это видим. И именно в первую очередь в обществе так называемом образованном, прогрессивном, либеральном и так далее, и так далее, и так далее. После того, как я, ну, как-то прикоснулся к этим исследованиям других людей, я сам постольку поскольку, конечно, вот, когда я обнаружил этот материал, я и открыл для себя совершенно другую Россию, открыл для себя и то, что происходило после февральской революции, когда им, наконец, удалось свергнуть это по-настоящему, без кавычек, прогрессивное, в хорошем, прекрасном смысле слова, в правильном, истинном смысле слова, прогрессивное правительство. Когда Россия в период Первой мировой войны стояла уже на пороге победы, как писало об этом многие, в том числе и Деникин, в том числе и командующий германским Восточным фронтом генерал Людендорф, он писал, что мы были обречены, Германия была обречена, если бы не февральская, а вслед за ней последующая Октябрьская революция. У нас не было сил сопротивляться на Восточном фронте российской армии, которая к 1917 году была крупнейшей и самой сильной армией в мире. Николай Александрович справился со всеми проблемами военного времени, не было голода, не было даже карточек до конца 16-го года, стали кое-где выводить хлебные карточки, да и то по инициативе местных органов власти, а не в общеукциональном масштабе. В Питере, например, не было. Так вот, были построены массы заводов, в том числе и Ковровский пулеметный завод, который самый был крупный в мире, или один из самых крупных в мире. Мы преодолели снарядный голод. Шесть миллионов российского воинства стояло на границах Германии, готовы были начать весенне-летнее наступление, и все прекрасно понимали, что мы получим победу, ну, где-то осенью, зимой. Два с половиной миллиона нашей южной группировки во главе с генералом Юденичем стояли уже в Армении для того, чтобы захватить Константинополь и повергнуть турецкую Османскую империю в прах. Но, к сожалению, этого не дало сделать. Вот это вот наше, в первую очередь, это наше замечательное прогрессивное общество. Развязав с помощью англичан, в первую очередь, с помощью американских банкиров, вот эту вот революцию, февральский переворот, и вырвав, собственно говоря, победу из рук России, более того, Россия, как мы знаем, по результатам Брестского мира, по результатам предательства Ленина, который сдал Восточный фронт, Россия оказалась в стане проигравших. Это, наверное, одни из самых трагических страниц нашей истории, и именно потому, что делались руками, во многом руками русских же людей. Вот сейчас трагедия, война, военные действия между Украиной и Россией. Те же кукловоды, те же международные кукловоды, и тоже безумие, которое охватило часть русского народа там, в Малоруссии. И я вот после того, как для себя открыл, что делало временное правительство. Первые шаги временного правительства. Вот, наконец, они добились своего. Наконец, самые честные, самые прогрессивные, самые умные, самые талантливые люди встали у руля государства, временное правительство. Первое временное правительство князя Львова, куда, впрочем, входил и Керенский, министром юстиции, будущий глава временного правительства. Так вот, что они сделали? Эти самые прекрасные и такие долгожданные. Знаменитый приказ номер один, который был издан советами, советами петроградских рабочих и солдатских депутатов, но подхвачен временным правительством. В воюющей армии российской была отменена дисциплина, коротко сказать, субординация дисциплина. Это как можно вообще представить себе такое? Солдатских депутатов вместо этих офицеров принимали решение. Как можно себе это представить? Германская армия на территории Российской империи, Белоруссия, Польша, Прибалтика, была все Российская империя, и отменяют дисциплину армии. И в результате армия разваливается. Следующий приказ Временного правительства – отставка всех губернаторов, вице-губернаторов и всей губернской власти по России. Рухнула вертикаль власти. Следующий приказ – выпустите с тюрем жертв царского самодержавия и выпускают террористов, преступников, убийц. Они назывались птенцами Керенского, потому что это жуткое совершенно деяние было оформлено подписью министра юстиции Керенского. Следующий приказ – распустить полицию и жандармерию. Это сразу после того, как выпустили преступников. И началась в России просто кровавая ваканалия. Что в альтернативу? Князь Львов, кажется, он говорил, будем набирать новую свободную милицию, желательно из интеллигентов. Чего? Вот как это вообще нормальный человек мог себе представить, выпустив преступников, около ста тысяч преступников, выпустив, сейчас распустив полицию, и жандармерию будут набирать, из интеллигенции будут набирать тех, кто им противостоит. И вы знаете, я решил залезть в работы и воспоминания психиатров, и людей, психиатров, которые жили в то время. Бехтерев, Рассалима, в труды Ивана Петровича Павлова, который, хотя не был профессиональным психиатром, но занимался спецификой нервной системы и высшей нервной системы человека. Так вот, все они единодушно говорят. Массовый психоз, как эпидемия, как эпидемия, овладели сознанием прогрессивного общества России, да и всей России. Один из них пишет, что есть эпидемии, которые нам известны, холеры, чума, которые передаются от человеку к человеку, но есть и психические эпидемии. И они распространяются точно так же, и о них известно в истории государств и в истории медицины. Так вот, ужас в том, как пишет Иван Петрович Павлов, не пишет, а он представил очень интересный доклад о русском уме и интеллигентском уме в частности. Прочел его в 1818 году в мае в Петрограде, революционном, где страшно было выйти на улицу. А Иван Петрович Павлов, кстати сказать, он сам был не чушь революционных идей. Он очень поддерживал внутреннее, так он не был, как горький, скажем там, спонсором террористов, но он, как и вся интеллигенция, почти вся интеллигенция, значимая большая часть интеллигенции, скажу так, была интеллигенция и трезво мыслящая, и прозорливая, и мудрая. Но вот Иван Петрович Павлов в этом смысле был крайне оппозиционен. В словах не стеснялся. Так вот, в 1918 году он читает доклад в Петрограде, еще раз повторю, о русском уме и интеллигентском уме в частности, где первое признает, что вся эта революция – это плод чисто интеллигентского ума, и мы в этом, то есть продукт ментальности, искаженный от доброго направления, правильного направления, созидательного направления в полный деструктив интеллигентского общества, плод интеллигентского ума. Второе, что народ, к несчастью, пошел за нами. Мы увлекли, сделали все, чтобы увлечь народ, который и в прежние годы сам по себе бы и не помышлял ни о чем другом. Жили, в общем-то, особенно вот после 1907-1908 года, жили в общем-то нормально, все лучше и лучше, в том числе и у рабочих. И, наконец, он говорит о том, что к несчастью, как это не страшно сказать, наш русский ум подвержен подобным патологиям. Мы подвержены злым внушениям, очень часто. Кстати, это заметил совсем не врач, не психолог, не медик, посол Французской Республики в Петрограде, Морис Палеолог. Он был очень интересный человек, но это отдельный разговор, и вот наблюдая за всем тем, что происходило перед Февральской революцией и во времени ее, после нее, он отметил в своих дневниках, ни один народ не поддается так легко к влиянию и внушению, как народ русский. Примерно то же самое, к несчастью, говорят и наши отечественные исследователи. И это надо всегда учитывать. Мы зачастую этого не учитываем. Здесь есть в этой книге все ссылки. Горькая правда, все равно правда. Лучше знать ее, чем жить самыми розовыми и прекрасными мифами. Так вот, Иван Петрович Павлов говорит, аудитория его в этих лекциях была самая разнообразная, не специалисты зачастую. Вот он говорит, у нас в физиологии есть два понятия, в нейрофизиологии. Возбуждение и торможение. Возбуждение – это активность, энтузиазм, какие-то, ну понятно, да? А торможение – это рассуждение, дисциплина, умерение активности, анализ, отсутствие нетерпения, разумное откладывание окончательных решений в сложных ситуациях. В первую очередь – это рассуждение. Так вот, Иван Петрович говорит, вот что касается, говоря о нашем уме, он говорит, вот все, что касается возбуждения, у нас все в порядке. А вот что касается торможения, у нас совсем плохо. И приводит конкретные примеры. Может быть, он чересчур педалировал в то время, когда вот слишком уж было это, так сказать, явно, и плоды вот этих особенностей, которые он заметил, да, конечно, ему и оппонируют часть психологов и психиатров, но как бы то ни было, это не последний человек в российской нейрофизиологии и медицине. Иван Петрович Павлов, Нобелевский лауреат, так на самом деле. Надо это учитывать. Мы очень хорошо знаем нашего самовнушения и легкого внушения нам. Мы все знаем о февральской революции и о революции октябрьской, об этих событиях февраля, октября. Но мы не знаем о событиях декабря 1917 года. А в 10 гавре 1917 года на самом деле произошло очень важное событие. Первое и единственное заседание учредительного собрания. Ведь после отречения, вернее, отказа от власти Михаила Александровича, брата Николая II, которому тот передал власть, а Михаил Александрович был очень мужественный человек, он командовал дикой дивизией. То есть это кавказские народы в основном были под его началом. Представляете, как это сложно. Но как политик он был человеком невыдающимся, очевидно. И поддался на усилия Керенского, который убедил его как раз, этого простого русского генерала, человека, отказаться от власти и передать власть временному правительству, которое должно, в свою очередь, собрать учредительное собрание. Что такое учредительное собрание? По, так сказать, мысли вот этих заговорщиков. Это выборы самых лучших, самых, так сказать, достойных людей в России через всеобщее свободное голосование. И вот эти люди, собравшись, вот это учредительное собрание, изберут форму правления в России. Монархия ли, республика, конституционная монархия и так далее. И действительно, дальше уже временное правительство слагает свои полномочия. И власть переходит к тем, кто, кого изберут, к той форме правления, которую изберут вот эти лучшие люди всех регионов России. И действительно, такие выборы состоялись. Они длились довольно долго, подготовка к этим выборам и так далее. Принимали участие все партии, кроме монархистов. Это были действительно самые свободные выборы за всю историю России. Не было никаких каруселей, не было никаких подтасовок, выборы были всеобщие, был отменен возрастной ценз с 25 лет до 21 года, был отменен ценз, касающийся женщин, женщины были допущены к выборам, были допущены к выборам военные. Естественно, не было никаких имущественных, национальных, религиозных и прочих ценз. И действительно, такие выборы состоялись. И каков же был результат? 91% депутатов принадлежали к террористическим партиям, эсерам и большевикам. Партии, которые принимали террор как один из важнейших инструментов своей политической деятельности. 91%. Вот такая сила агитации была вот этого прогрессивного общества, которое пришло к власти как раз в феврале 1917 года, а до этого властвовало над огромным количеством умов в царской России. Террористы были избраны как желаемая власть 91%. И когда мы говорим, откуда у нас красный террор, откуда у нас белый террор, откуда зеленый террор, что это такое? Так это наша интеллигенция, к несчастью. К несчастью нашему. Она и является повивальной бабкой всех этих терроров. Да, это другое, как говорят. Мы не хотели. Ну, слава Богу, что хотя бы не хотели. Владыка, а какие уроки мы сейчас должны вынести из того безумного февраля, чтобы опять не потерять страну, чтобы вновь не впасть в бесовство революции? Вот что вы выделяете? Мы можем сказать, что наше общество с несчастью чревато революциями. Дело государства оценить ситуацию и разумно, правильно этому противостоять. В первую очередь, диалогом с обществом. Правительство Николая Александровича не смогло наладить диалог с обществом. При всех грандиозных успехах, которые были в царской России. Грандиознейших успехах. Советская власть получила это все, в том числе и проекты Гойл-Ро, индустриализация и так далее, и так далее. Надо понимать, что мы очень внушаемы. И это может иметь тяжелейшие последствия. Надо понимать, что иностранные государства, а здесь, в этой книге, подробнейшим образом рассказано, как была развязана Первая мировая война непосредственно при участии английского короля, английского правительства. Надо, вот это все надо понимать. И каждый должен оценивать свои действия и свою позицию. Вот, собственно, в этой книге нет ничего, кроме документов и фактов. Конечно, есть мои какие-то рассуждения, но их можно выбрасывать. Достаточно того, чтобы посмотреть на эти факты. и спроецировать их на себя, даже не на сегодняшний день, на себя самого. И, ну, просто по совести ответить, а вот что, что делать вот в этой ситуации, когда мы видим какие-то отголоски или аналогии. Как нам на них реагировать? И в первую очередь, это, конечно же, так же, как и было в семнадцатом году, ситуация с элитами. Ведь элиты произвели эту февральскую революцию. Потом уже немецкий шпион Владимир Ильич Ленин, как бы не оправдывали его, очень много уважаемые сегодняшние коммунисты, как бы не оправдывали. Это был просто сказать, немецкий шпион, который, конечно, обманул своих немецких хозяев, в конце концов, но все то, что вот весь тот потенциал, который был в России, который разрушили февралисты, он тоже принял в этом участие, хотя потом, да, ради своей власти он все возможное сделал для сохранения государства, с этим никто не спорит. Но какого государства? Совершенно с противоположным знаком. Это потом, по словам нашего великого писателя Валентина Григорьевича Путина Россия проглотила и переварила этот большевизм. Но их-то задачи были совсем другие. Владимир Ильич Ленин ведь недаром сказал, а что Россия? Мне на нее, господа хорошие, наплевать. Она была для него пушечным мясом. Это был запал для мировой революции. Да, конечно, я сам родился в Советском Союзе. И я помню и очень люблю во многом это время. И все эти достижения советского народа, они были вопреки вот тому кошмару, который насадил большевизм. И Сталин изменился. Он стал государственником. И его соратники, в этом нет никаких сомнений. Но то, что революция ввергла Россию в страшные, в страшные, неисчислимые беды и отбросила ее, далеко-далеко, за те пределы, которыми она могла бы обладать, это тоже, конечно, несомненно. Владыка, и немножко отойти от истории. Вот мы сейчас с вами сказали про 20 век, но 20 век подарил нам и святость. Это я про тех старцев, с которыми и вы рядом жили в Печорах. Это и отец Иоанн Крестьянкин, и батюшка Ипполит Халин. Вы знали их лично, вы общались с ними. И вот сейчас, что старцы Иоанна Крестьянкина, что батюшка Ипполита пытаются канонизировать, собираются это сделать, собирают материалы, сведения о тех чудесах, которые были явлены. Вот можете про это рассказать и про самих старцев, рядом с которыми вы жили, святые люди? Как недавно заявил один батюшка, что благодаря Сталину у нас появились новомученики. Это, конечно, ужас, ужас и бред, но действительно промысел Божий ничем не остановился. И, как сказал древний пророк, изведи драгоценное от ничтожного и будешь как мои уста. Вот это драгоценное Господь выводил, изводил из этого кошмара тех лет. Мы получили снова мучеников, как в первые века гонимого христианства. Мы увидели, как промыслом Божьим возрождается вера и церковь. Мы увидели, что русский народ непобедим ни внешними, ни внутренними силами, даже если они объединятся. Но он может сам себе нанести огромные раны и дать нанести эти раны тем, кто ненавидит православие, ненавидит Россию, просто иррационально, страшно ненавидит Россию, как своего основного противника. И мы это видим сейчас. Это уже не теория заговора. Это наш сегодняшний день, к несчастью. И спасение только в том, чтобы трезвый и облагодатствованный разум получить в любой ситуации, в том числе и в сложнейшей ситуации. А это только разум церкви. Это только разум облагодатствованный, который был у многих людей, сохранивших истинную веру и православие. Остальные тоже покаялись многие, но покаялись и в том числе в этих своих ошибках. И их спасло тоже православие покаянием. Ну, а теперь про Святой Крым. Про Святые Печоры мы поговорили, а вот теперь про Святой Крым. Гладыка, какие планы, какие идеи, чем собираетесь заниматься, что уже задумали, чем нас удивите? Крым сам по себе бесконечная ценность и России, и Русской Церкви. Но достаточно сказать, что здесь храм, древнейший храм 97-го года нашей эры. священномученика Климента, Папы Римского в пещере в каменоломнях, где он был сослан на каторге и устроил небольшую пещерную церковь. Достаточно сказать, что здесь в Херсонесе крестился святой князь Владимир. И это наша общая купель. Если мы хотим прийти к нашей крестильной купели, мы призваны приехать в Херсонес и очутиться на этом месте, благодатнейшем месте для всей России, для всей Русской Церкви, для всего Всемирного Православия. Вот совсем недавно мы имели великое счастье по благословению Святейшего Патриарха, который очень внимательно смотрит за церковной жизнью Крыма, совершить первую божественную литургию в не древнем, но очень важном для Русской Церкви Свято-Владимирском Херсонесском монастыре, созданном в 1830 году на месте крещения князя Владимира. Его начали создавать в 1830 году. А в 1924 году, то есть ровно сто лет назад этот монастырь был разорен, поруган и упразднен. Так вот, через сто лет по благословению Святейшего нашего мы совершили первое богослужение. Большой храм князя Владимира сейчас реставрируется, а маленький храм семьи херсонесских мучеников слишком мал, чтобы вместить весь народ, поэтому мы совершали богослужения на берегу моря в руинах кажется, четвертого века храма в Херсонесе на древнем престоле. И херотонию провели там, я думаю, 1200-1300 лет не было херотония на этом месте. И это, конечно, великое счастье. Мы заканчиваем территорию так называемого нового херсонеса Неополис, там, где мы делаем историко-археологический, археологический, просветительский парк, где будет множество музеев, катехизических центров и так далее, и так далее, мессионерских центров. Это тоже создается по благословению Святейшего Патриарха. Идея сама принадлежит не мне, хотя я как бы руковожу этим всем проектом по благословению Святейшего тоже, но это сам замысел Владимира Владимировича Путина. Вот мы сейчас его осуществляем, и я очень надеюсь, что к столетию, ровно к столетию последней службы в Херсонесе 28 июля это было 1124 года, а 28 июля на князе Владимира 2024 года, очень надеюсь, что Святейший Патриарх здесь осветит и храм князя Владимира отреставрированный, и весь этот грандиозный комплекс. Ну вот, а жизнь Крыму, ну что сказать, жизнь очень насыщенная, церковная жизнь очень насыщенная, она не прекращалась даже в самые суровые годы, здесь множество мучеников было, как мы знаем, множество мучеников, здесь прекрасное духовенство, здесь замечательные прихожане, множество храмов, прекрасно поработал, потрудился здесь Владыка Лазарь многие-многие годы, построено много храмов, отреставрировано много храмов. Владыка, благодарю за этот разговор, благословите нас. Спасибо, Господи, храни вас Господь, помощи Божьей. Владыка Тихон Шевкунов был с нами на связи.